итак здравствуйте дорогие друзья сегодня он четверг 30 ноября давайте посмотрим на графики евро фунт и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро после хорошего очередного рывка вверх обновление месячных максимумов аналогичная история была и в ходе азиатской сессии сумели добиться теста уровня 1017 затем спрос на пару снизился и аналогичная история у нас наблюдалось британском фунте причиной всему этому может быть ряд и фундаментальных факторов а также небольшая пауза которая необходима трейдерам для набора длинных позиций для накопления хороших позиций в продолжение восходящего тренда вчера у нас вышел отчет по германии там индекс потребительских цен сократился сразу в ноябре на 0,4 процента по сравнению с октябрем годовая инфляция составила 3 2 против 3 и 7 в октябре это все указывает на то что цели европейцев банка цели бунтов банка постепенно выполняются и пока все с этим показателем более-менее неплохо если так продолжится то конечно же необходимости в дальнейшей агрессивной политики в дальнейшем повышение процентных ставок либо сохранения них на текущих максимумов у европейского центрального банка не будет и видим что евро отреагировал на это соответственно вчера также вышел у нас вышли данные по изменению объема за третий квартал ввп по сша если первоначальное значение было 4 9 процента то вчера она была пересмотрена до уровня 5 и 2 и это также оказало некоторое давление на рисковые активы и привело к спросу на американский доллар что собственно нас и отражим отражено на графике аналогичная история у нас была с британским фунтом который несколько раз реагировал на данные но затем фунт выкупили состоялось выступление губернатора банка англии эндри бэйли он продолжил гнуть свою линию продолжил говорить о том что ставки будут сохраняться на текущих максимум довольно длительный промежуток времени так как борьба с инфляцией не окончена ну и это последнее время этот фактор последнее время положительно влияет на британский фунт и собственно вчера вчерашние заявления бэйли не стали исключением но прежде чем поговорить технической картине давайте посмотрим что ждет в экономическом календаре нас сегодня можете видеть очень очень много статистики это изменение объема ручной торговли в германии прогнозируется рост после сокращения и у нас и инфляция выходит по франции выходят нас данные по рынку труда также по германии уровень безработицы изменение числа занятых уровень безработицы по италии ну и основной показатель это инфляция в еврозоне за ноябрь ожидается снижение до уровня 2 и 7 это по основному по общему индексу потребительских цен а базовая инфляция должна сократиться с 4 и 2 до 3 и 9 что в принципе также не сыграет на стороне европейской валюты так как все-таки снижение инфляции ее быстрый возврат к целевому значению может позволить европейскому центральную банку дальше не повышать процентные ставки и собственно даже подумать над тем что было бы неплохо как-то более мягко отнестись к политике учитывая какая напряженная ситуация сейчас в экономике еврозоны посмотрим что на это все скажет президент европейского центрального банка кристин лагард сегодня выступает и что касается американских данных это недельные отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице ну и конечно основной акцент будет у нас на индекс расходов наличного потребления это так называемый предпочитаемым показателем федеральной резервной системы по инфляции на него она обращает внимание особое и ожидается что по сравнению с сентябрем рост инфляции замедлится до 0,2 а годовое годовой показатель снизится с 3,7 до 3,5 что в принципе также укажет на правильную мягкую позицию федеральной резервной системы которую она последнее время занимает напомню что на этой неделе выступил у нас много представителей фрс заявивших что планирует придерживаться более мягкой позиции и дальше жестить с процентными ставками в текущих условиях никто не собирается как раз сегодня выступает джон вильямс посмотрим является ли он сторонником такой мягкой позиции либо нет так что проблем у американского доллара в случае резкого замедления ценового давления может прибавиться и мы увидим продолжение восходящего тренда по евро и британскому фунту теперь что касается непосредственно у нас технической картины до наблюдается коррекция но пока поводов для паники никаких нету есть 0,9 62 ложный пробой здесь по аналогии со вчерашним днем хорошая точка входа в длинные позиции но и целью будет 0,9 92 возврат с закреплением выше этого диапазона прорыв сверху с тестом сверху вниз все это дополнительно точка входа в длинные позиции и идем на обновление месячного максимум 1017 перспективы 1058 где посмотрю продажи на отскок с коллекцией в 25-30 пунктов но стоит понимать что сегодня предпоследний день месяца и так мы в ноябре показали сумасшедший рост по евро и рассчитывать на то что в последние дни быки как-то попытаются добраться до месячных максимумов довольно проблематично и поэтому защита 0,9 92 со стороны продавцов прорыв 0,9 62 с обратным цензом снизу вверх все это будет хорошими сигналами в расчете на дальнейшую коррекцию и на обновление 0,9 29 посмотрю покупки на ложный пробой либо покупки на отскок от 0,8 96 на в расчете на ту же коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня что касается британского фунта здесь целом аналогичная история да торгуемся мы боковом канале рисуем хорошую техническую модель на продолжение роста и защита 2664 будет конечно же первоочередной задачей ложный пробой здесь сигнал на покупку и целью выступить 2722 прорыв закреплением выше этого диапазона приведет сносу 100 приказов и более крупному рывку фунта уже на 2761 2797 где посмотрю продажи на отскок с движением 30-35 пунктов короткие позиции 2722 видим что турни дважды уже себя отрабатывал и короткие позиции 2761 конечно же против тренда лишь при формировании ложного пробоя если медведи ко второй половине дня забирают 2664 никакой здесь активности и роста после ложного пробоя не происходит то прорыв закреплением ниже этого диапазона обязательно приведет к распродаже на 2609 с перспективой 2563 в зависимости от того какая будет инфляция по странам шатам америки здесь покупаю на отскок с движением в 335 пунктов но длинные позиции 2609 лишь при формировании ложного пробоя по аналогии 2664 всем удачи